У нас в гостях Ольга Вторушина, тренер Кировой спортивной школы по художественной гимнастике. И прямо сейчас, мы конечно с ней пообщаемся чуть позже, а прямо сейчас мы предоставим слово, или так скажем, свободу действий ее очаровательной воспитаннице. Лиза сейчас покажет небольшой акробатический этюд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну аплодисменты жидковаты, конечно. Ольга, давайте пройдем сюда. И Лиза, большое спасибо, ты большая молодец. Из всех этих упражнений я бы смог повторить только одно. Я даже и на это не способен. Ольга, скажите, пожалуйста, у Лизы какой-то большой опыт публичных выступлений, потому что вот не тени волнения, абсолютно раскованность и самоотдача. Да, конечно, у нас дети принимают участие в соревнованиях, которые проходят практически каждые две недели, а возможно и каждую неделю. Поэтому сценический опыт у нас большой. И мы также на уроках на своих, у нас актерское мастерство есть, да? Понятно. Я понимаю, что у вас был небольшой перерыв или большой, не знаю, как вам показалось, в плане публичных выступлений, каких-то соревнований, возможных занятий, все это было связано с пандемией. Как вы пережили эту историю, проактивали что-то дистанционное? Да, как вот все это происходило? Да, конечно, это и стой. Рассказывай. Чужой-чужой-чужой. Мы были на карантине, на онлайне. Мы занимались там по почти два часа. И тоже у нас была растяжка, разминка, все мы повторяли. Лиза, ты все лето занималась или все-таки немножко отдыхала и вот как-то не сильно выкладывалась, потому что сильно-то тренер не контролирует то, что происходит, да? Нет, тренер все контролирует. У нас сидела Ирина Вячеславовна и Ольга Иннокендиевна. У нас два тренера было, и они все контролировали и за всеми смотрели. Все, все контролировали. У нас тоже все контролирует. Лиза, еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, ты сама пошла в художественную гимнастику или родители привели? Нет, ну мы сами решили, я тоже решала. Мы сами решили. И ты как же решала? Очень хорошо. Ну, я тоже захотела и пошла. Нравится? Да. Лиза, скажи честно, как тебе больше нравится заниматься с тренером в зале или через компьютер? С тренером вживую. Вживую. Понятно. Хорошо. Смотрите, Ольга, я понимаю, что сейчас сезон начинается, в том числе и в плане интереса населения к художественной гимнастии. Как в этом году с набором? Есть какая-то, не знаю, сезонность? В каком момент люди испытывают интерес к художественной гимнастии? Вы знаете, у нас набор вообще проходит круглый год. У нас нет такого, что мы набираем сентябрь и потом останавливаемся. И что я хочу сказать очень, что дети идут, несмотря на пандемию, несмотря на сложные для нас всех времена. Детки идут, записываются в начальную группу нашу. Вот. Также мы сейчас со старшими более гимнастками переходим на другой этап. У нас проходят, прошли уже контрольно, закончились переводные экзамены в краевой школе художественной. Вот. Где у нас детки показали себя и некоторые получили бюджетные места. Бюджетные места. То есть существует вот система, при которой можно бесплатно зайти? Да, конечно. Скажите, я обращаюсь к вашему опыту, как вы-то попали в художественную гимнастику? И, возможно, это как-то в школе, дополнительное образование, то, о чем мы сегодня говорим. Вот ваш путь в этот вид спорта? Ну, во-первых, я хочу сказать, что художественная гимнастика – это публичный вид спорта, да, где гимнастка показывает себя, у нее должен быть богатый внутренний мир, который она должна показать на публике. Как я попала в художественную гимнастику, я бывшая артистка балета, вот, я не гимнастка, хочу сказать сразу. И поэтому, видимо, то, что я тоже люблю выступать, меня это и притянуло в художественную гимнастику. Ольга, ну, совершенно очевидно, я всю жизнь придерживаюсь этого мнения и убежден в том, что художественная гимнастика – это тот вид спорта, который максимально приближен к искусству, и, наверное, это даже по большей части искусство, чем спорт. Но здесь необходим определенный типаж или, как скажем, вот, субтильность определенная. Я к тому, что далеко не каждый ребенок может попасть в художественную гимнастику. Есть критерии отбора, и как вот, на что ориентироваться, когда, вот, я хочу, чтобы мой пошел в художественную гимнастику, но, что-то пухловат. Или как вот, как для себя решить, что ребенок подходит для художественной гимнастики? Ну, при отборе мы, в первую очередь, смотрим на физические данные ребенка и, конечно же, на внутреннее состояние ребенка. Вот вы на внутренний мир обращаете внимание? Конечно, это безусловно. Слушайте, это редкость в наше время. Это безусловно. Загляньте, что сети никому там, никому внутренний мир не нужен. Вы не такие? Нет. Я люблю вас. Краевая школа не такая. Со скольки лет можно? Вы знаете, у нас сейчас идет набор, я являюсь тренером начальной подготовки, прошла образование, получила диплом, и имею смело сказать, что мы набираем в краевой спортивной школе деток с 3 до 5 лет. Все желающие, кто еще не успел, желаем прийти к нам, позитивных, энергичных, с красивым внутренним миром, которые хотят себя показывать, вот как Лиза, радовать. Слушайте, большое вам спасибо, вы прям украшение нашей программы. Я напомню с удовольствием, Ольга Вторушина, тренер краевой спортшколы по художественной гимнастике, ну и Лиза продемонстрировала свои способности, и это было прекрасно.